Когда мы температурой заболели, ОРЗ, ОРВИ, ну вы не имеете невооруженным глазом эту вирусологию, там грипп или не грипп, понимаете? И не каждый инфекционист там вот так вот ткнет пальцем, грипп или нет. Требуются все-таки анализы какие-то. Хотя опыт врачу позволяет сказать, грипп или не грипп. Опытный инфекционист или участковый терапевт скажет. Но требуется подтвердить, чтобы сказать да, грипп. Мы болеем насморк, слезотечение, кашель, не чрезмерно не убивающий. Головная боль неубийственная. Побываешь на температуру до 38. Они вам зачем нужны? Они вам помогают выздороветь. Они вам помогают выздороветь, ребята. Ну что вы делаете, когда вы льете сопли? Когда вы льете сопли, простите, пожалуйста, мне за такой докторизм, ну за натурализм. Ну хорошо, слизь, которая течет из носа, она выводит вирусы, если это вирусный процесс, ОРВИ. Слизотечение, ну то же самое, защитная реакция организма. Головная боль неубийственная. Повышенная температура до 38. Как раз интоксикация. Как раз вот эта температура, в которой, при которой, ваш костный мозг, белый росток костного мозга, вырабатывает защитные антитела. Понимаете? Ваши лимфоциты вырабатывают защитные антитела. Нейтрофилы начинают реагировать, если могут, конечно. То есть на бактерии, на вирусы. То есть, понимаете, начинаются и лимфоциты, и лейкоциты, и нейтрофилы. Все, кто могут, включаются в борьбу. Это специфично, зависит от вида инфекций еще, конечно же. Но не в том вопрос. Потому что если температура повышается, значит так надо. Она не должна быть убийственная. Но она должна вас защищать. Насморк задерживает продвижение и размножение вирусов. Задерживает «если». Если мы его не уничтожили. Ну что делают любящие родители? В кавычках «любящие». Люди, которые мозги не включают, а включают телевизор. Ребята, ну вы выбирайте, пожалуйста. Вы хотите мозги включить или телевизор, где реклама? Ну выберите, пожалуйста, что-нибудь одно. На всю жизнь. Значит, капли в нос, которые просто блокируют насморк, это плохо, потому что вирусы будут размножаться. Вы не будете их выделять из себя. Они будут внутри вас сидеть и размножаться с катастрофической скоростью. Более того, так называемые натуральные капли с эфирными маслами. Они провоцируют развитие бронхоспазма. И бронхиальная астма может появиться после применения капель от насморка. И я слышала от аллерголога, пульмонолога, который говорил, вот как реклама этих капель прошла, у нас отделение астматиками забито. Был ребенок просто температурище, стал астматиком. То есть родители ребенка никогда не свяжут применение капель просто от насморка, тоже нафтезина, с тем, что ребенок просто заснул, у него упала температура, вялость, сонливость. То есть люди говорят, что-то не то, если заметили. Но чаще всего, чаще всего, к сожалению, нафтезином ребенка легче отравить. Отравить. Чем помочь? Помощи никакой. Если вы просто заблокировали выделение слизи в носу, какая тут помощь при вирусном процессе? А чем вы помогли? А ничем. Нафтезин имеет сходное строение с клофелином химическим. Оба производные имидазолина. И вопрос в том, что когда вы берете флакончик в аптеке, понимаете, в чем дело? Властиковый флакон, там плохая возможность дозировать. И представьте себе, есть 0,1% раствор, есть 0,05%. Берем, конечно, побольше, чтобы вещества побольше было. И вот при однократном надавливании можно превысить дозу в 10 раз. То есть не 0,05 мл, а 0,5. А если вы взяли еще в 2 раза выше раствор, то вы превысили дозу в 20 раз. Понимаете, какая штука? В инструкции написано, что применять там ограничения по возрасту. На самом деле с рождения. С роддома привезли, носик забит, надо почистить. Почистим чем? Нафтезинчиком. Стоимость копейки. Более дорогие препараты, ну подороже. По Екатеринбургу на 2008 год нафтезин 4 рубля стоил. А что же его не купить? Он же такой хороший. И что получается? Отравление нервной системы. Которое, если поздно обратиться в детскую реанимацию, может стоить ребенку жизни. Немного, немало. Что делать с текущим носом? Просто оставить его в покое. Можно капать разведенное серебро. Он не часто, ближе к вечеру, чтобы успокоилось. На самом деле текущий нос это нормальная защитная реакция. Она не будет продолжаться 10 лет. Ну сколько мы температурим при гриппе? Сколько мы соплевим? Самый чудесный, раз прекрасный грипп когда-нибудь закончится? Ну неделя, ну 10 дней. И не все они с нас, понимаете? Не трогать нос, если сильно хочется серебра капнуть разведенного. Но сам наш подход помогать, лечить, прыгать. Ну то есть вот куриный подход. Кудахтать и бегать вокруг. Сядьте, расслабьтесь, книжку ребенку почитайте. Холод голове приложите. Питье дайте еще тепленького. Но сам подход. Насморк убрать. Температуру задавить. Кашель, антибиотик. Или в лучшем случае что-то от кашля, причем немедленно. Какая польза от умеренно выраженных температур и головной боли? Ну прямая, вы вырабатываете антитела. Но вы можете контролировать эффективность ваших натуральных помощников. Если вам температура, естественно, не добавляет счастья в жизни, выпейте колодных минералов. Хлорофилл вообще без ограничений. Витамин С не беременным, естественно. И тем, кто может его проглотить целую таблетку, пожалуйста, детям в детской дозировке. Но пожалуйста, но пожалуйста. Очень вас прошу. Думайте, пожалуйста, о том, что просто сбить температуру можно. Но если у вас даже нет добавок. Но у вас есть холодильник в доме. Любую заморозку берете, голове прикладываете. Понимаете? Но если у вас замерзшая рыба есть, достанете оттуда, приложите к голове. Это все равно лучше, чем поедать анальгин, а потом не знать, что происходит. Витамин С, хлорофилл, колодные минералы. Ну пожалуйста, это же есть в каждом НСПшном доме. Только витамин С, пожалуйста, не беременны. Как они помогают? Детоксикация и питание. Хлорофилл и витамин С очень нужны иммунитету. Колострум чистый, идеальный, с вас в доме есть. Прямая помощь иммунитету, готовые антитела. Тот, который из российского рынка, в нем немножко иммуностимуляторов есть, но все равно можно. Только ощутите, что он может у вас дать подскок температуры ввиду иммуностимулирующего действия. То есть, когда вы на пике температуры, его не надо. Так, когда чуть-чуть спадет, тогда можно. Е-чай. Я говорю про российский колострум. Украинский можно в любом состоянии. И если это ребенок, то надо попробовать колострум до того, как вы заболели. Чтобы ребенок уже был проверен на его реакции на колостру. Обычно все хорошо, но пробуйте до того. Е-чай. Прекрасно сбивает температуру, детоксицирует, немножко послабляет, убирает головную боль. Чудная вещь. Чудная вещь. Детям, взрослым, ну пожалуйста, хорошая штука. Пептовит с карнитином агнием. Почему карнитин? Почему магний? Ну потому что вот ваши митохондрии, которые в голове, в мозге и в печени. То, по чем бьет синдром Рея по митохондриям в мозге и в печени при вирусной инфекции. Если вы вирусную инфекцию вместе с аспирином совместите в одну кучу, у вас есть высокий риск поражения митохондрии в мозге и в печени. Значит аспирин вон из своей жизни, из своей аптечки, из своего сознания. Уберите его. Уберите его. Пептовит с карнитином агнием. Дайте, пожалуйста, своим митохондриям еду. Они интенсивно работают. Берегите свою жизнь, пожалуйста. Уберяйте рекламистам и маркетологам вот это все. Я напоминаю вам о том, что когда мы кашляем, мы кашляем чем? Ну носоглотка, да? Ринит, фаренгит, ларингит, рахит, бронхит, бронхиолит, да? То есть когда мы кашляем горлом и носоглоткой, это не смертельно. Ларингит, гортань у ребенка может быть опасно, потому что это самое тонкое, ну самое узкое место, да? В горле. И если там возникает отек у ребенка ларингит, значит надо обращаться к врачам срочно. Вот это будет срочно обратиться. Вот эти вещи, трахеид, бронхиолит, бронхиолит, вообще любое воспалительное изменение в организме, когда иммунитет борется, упаси боже, никаких эфирных масел, никаких. Значит, детоксикация, это все, что у нас есть, в лицах хлорофила, ячая, коллоидных минералов, серебра, коллостро, молокла, вы знаете об этом. Поражение дыхательной системы. Значит, нужен антибиотик или нет, надо решать с врачом. Понимаете, в чем дело. Но я обращаю ваше внимание на то, что, как правило, вот эти вещи, вот эти вещи, не брать ларингит. Не берем ларингит, потому что это самое узкое место здесь. И у маленьких детей здесь воспалительный процесс, в общем-то, с отеком, это повод для обращения к специалистам, причем быстрого обращения. Такой вот лающий кашель, такой вот тяжелый вдох, вот это повод вызывать врачей. Но все, что вот здесь выше, как правило, реагирует на вирусную инфекцию. Мы температурим. Есть отек, есть воспаление, есть бегущий нос, есть головная боль. Пожалуйста, думайте о том, что привыкать к биологически активным добавкам нужно не тогда, когда вы уже заболели, а нужно привыкать тогда, когда вы в спокойном состоянии. Когда у человека уже бронхит, вот сюда вдохнут любой аэрозоль. Даже эфирные капли в нос. И вы знаете название этого фармпрепарата, капли в нос на натуральных эфирных маслах, которые здесь могут быть убийственны. Был бронхит, стала бронхиальная астма. Так вот здесь нужно применять то, что вы хорошо знаете и опробовали. Хлорофилл, коллоидные минералы, или чай, или же с ними. Все, что вы знаете. Здесь не место при воспалительных процессах бытовой химии, парфюмерии, пахнущей косметики. То есть все, к чему вы привыкли вообще в нормальной, в спокойной жизни. Бремонии, моющее средство НСП. Моющее средство, которое выпускает компания, наша компания, лишены вот этого агрессивного запаха. Это все тоже играет мощную роль в оздоровлении. Когда у вас тут рядом лаком брызгается, или аэрозольным дезодорантом, спреем, это попадает в воспаленные бронхи. Это прямой путь в астматике. Поэтому я вам еще раз хочу напомнить. Вот этот слайд. Вот этот слайд. Два абсолютно бесполезных, бестолковых лекарств. Астперин, который оправдан только для разжижения крови у сердечников. Ну диклофенак, да, старая добрая противовоспалительная, которая вызывает кровотечение в системе пищеварения. Ну еще бочки поражают. Кстати, да. Но лидируют бесполезные, бестолковые, бесполезные вредительские фармпрепараты.